итак всем привет вы снова на канале skyward с вами я вадим и как обещал у нас сегодня на очереди две главы ну по очереди конечно же из романа хорукими руками кавка на пляже как вы уже поняли кавка на пляже из прошлой главы что означает я думаю что вам надо прослушать предыдущую главу это так для тех кто только зашел на канал там вам будет понятно название книги кавка на пляже единственная песня которой исполнил один из героев и так кавка на пляже хорукими руками глава 18 вы на канале skyward с вами я вадим поехали очнувшись на кота обнаружил что лежит на спине в траве приходя в себя потихоньку открыл глаза ночь на небе не звезд не луны но кое-что разглядеть можно густые запахи летних трав пиликанье насекомых вроде тот самый пустырь где на кота дежурил каждый день кто-то терся лицо чем-то шершавом и теплым чуть повернув голову он увидел что кунжутка и мими усердно вылизывают его щеки маленькими язычками на кота медленно приподнялся и протянув руку погладил зверьков на кота спал обратился он кошкам кошки одновременно замилкули точно хотели пожаловаться на что-то только на кота ничего не понял вообще ничего обыкновенно кошачьи милку не только и всего извините на кота не совсем понимает что вы хотите сказать ставь на ноги на кота оглядел себя все как всегда нормально ничего не болит руки-нуги руки-ноги шевелятся глаза довольно долго привыкли к темноте пока он не разглядел что ни на руках не на одежде крови нет одежда та же самая в какой он вышел из дома в порядке рядом лежала брезентовая сумка с термосом и бента в кармане брюка обнаружилась смятая шляпа на кота ничего не мог понять только что он убил этого кашкадава джонни уокера схватил большущий нож и убил чтобы спасти мими и кунжутку это на кота помнил совершенно четко рука еще чувствовала как все было это не сон удар ножа из раны на него хлынула кровь джонни уокер рухнул на пол весь как-то скрючился и спустил дух до этого момента на кота все помнил потом он плюхнулся на диван и провалился в моборок и вдруг оказался здесь в траве на пустыре как он сюда добрался да еще точно не зная обратной дороги и одежда не в крови не это ты не сон иначе откуда взялась мими и кунжутка правда теперь на кота совершенно не понимал их языка на кота вздохнул плохо он все-таки соображает но что поделаешь ладно потом еще можно подумать он повесил на плечо сумку взял кошек и зашагал с пустыря очутившись за забором меми за за лозила у него на руках намекая что неплохо бы ее отпустить на кота спустил ее на землю отсюда мими сан вы уж сами домой доберетесь тут рядышком мими энергично завилял хвостом в знак согласия на кота никак не поймет что случилось чем причина он больше не может с вами разговаривать зато кунжутку таскал теперь надо доставить его госпожа к и цуме там уж все ее заждали спасибо вам все мими сан мими махнула еще раз вильнула хвостом и быстро исчезла зубом и на ней тоже не пятнышко крови отметил про себя накат возвращение кунжутки стал для семейства к и цуме сюрпризом шел уже 11 час дети как раз чистили зубы родители пили чай перед телевизором смотрели новости и радушно встретили накату появившегося с кошкой на руках выскочившись в пижамах дети отталкивая друг друга бросились обнимать любимцу тут же налили молока насыпали корма и кунжутка накинулась на угощение извините что побеспокоил так поздно хорошо бы пораньше но наката не мог выбирать что вы что о чем разговор проговорила госпожа к и цуме время не имеет значения ведь она у нас как член семьи какой вы молодец что нашли ее не присядете мы вас чаем угостим присоединился к ним уж нет нет накате надо идти он на минутку забежал только кунжутку вам передать хозяйка вышла в другую комнату и принесла конверт господин каудзуми вручил его накате со словами вот возьмите пожалуйста это за то что нашли кунжутку от всего сердца спасибо с удовольствием с поклоном поблагодарил наката принимая конверт как же вы ее нашли такой темноте ой долго рассказывать накаты не получится у накаты голова не очень хорошо работает он долго объяснять не умеет хорошо хорошо как же вас отблагодарить говорила госпожа куцуми ага вот у нас после ужина осталось жареные баклажаны и маринованные огурчики может возьмете наката сам с большим удовольствием наката очень любит жареные баклажаны и маринованные огурчики поставив сумку коробочки с баклажанами и огурцами и запихав туда же конверт с гонораром наката ушел быстрыми шагами он направился к станции остановился у полицейской будки стоявший возле торговой улицы в ней сидел за столом молоденький полицейский делал какие-то пометки в расположенных бумагах его фуражка лежала здесь же на столе отодвинув стеклянную дверь наката вошел и поздоровался добрый вечер извините за беспокойство добрый вечер отозвался полицейский отрываясь от бумаги окидывая наката взглядом перед ним стоял в виду безвредный тихий старичок наверное хочет дорогу спросить подумал полицейский стоя в дверях наката снял шляпу сунул ее в карман брюк и из другого кармана достал носовой платок и высморкался свернул платок и положил обратно что вы хотите спросил полицейский да вот наката только что убил человека полицейский уронил на стол шариковую ручку открыв рот уставился на накат ну-ка присядьте полицейский сомнению казал настоявший напротив стул и провел рукой по поясу как бы проверяя на месте ли его пистолет дубинка и наушники есть сказал накат и сел выпрямил спину положил руки на колени посмотрел прямо в глаза полицейскому значит вы убили человека ага наката зарезал человека ножом совсем недавно чистосердечно признался накат полицейский застал чисто лист бумаги и взглянув на стильные часы написал время и слова поножовщина начнем с того как вас зовут и где вы живете сад сатуру наката адрес а погодите сатура наката какими иероглифами пишется наката иероглифов не знает извините писать читать не умеет полицейский накмурился совсем не умеете имя свое написать не можете не хотя до девяти лет наката очень хорошо умел и читать и писать но потом был несчастный случай наката разучился и с головой его не в порядке полицейский вздохнул и положил ручку получается ни бумагу никакую никак имя свое написать не знаете извините нет а близкие у вас есть семья наката совсем один семьи нет работы нет наката получает пособие от господина губернатора и так живет вот что я вам скажу уже поздно так что шли бы вы потихоньку домой поспите как следует а завтра если что вспомните опять сюда приходите тогда и поговорим у полицейского дежурство кончалось и он хотел разобраться с бумагами после службы у него с коллегой был запланирован поход ближайший кабачок на возню с придурковатым детком времени не оставалось но наката сделал страшные глаза и покачал головой нет-нет господин полицейский наката хочет все рассказать пока помнит а если до завтра что-нибудь важное забудется наката был на пустыре это во втором квартале искал там кошку кунжутку куидзуми сан попросила вдруг появилась огромная черная собака и отвела наката в один дом такой большой с большими воротами и черным автомобилем адреса наката не знает что это за место тоже наверное все-таки накана в этом доме оказался господин джонни уокер у него такая чудная черная шляпа высокая в холодильнике на кухне рядами кошачьи головы штук двадцать этот человек собирал кошек отпиливал им головы пилой и поедал сердца а и из их душ делал особенные флейты а потом этими кошачьими флейтами собирал души людей джонни уокер на глаза у наката убил ножом к вамуру сан потом еще несколько кошек разрезал им животы он кунжутку и мими тоже убить собирался и тогда наката взял нож и зарезал джонни уокер это джонни уокер сам захотел чтобы наката его убил а кота не думал этого делать правда раньше так наката никого не убивал он только хотел чтобы джонни уокер больше не убивал кошек но тело накату не послушалась само все сделала наката схватил нож и раз два три воткнул его джонни уокера прямо в грудь джонни уокер упал на пол весь крови и умер наката тоже был весь крови потом у него в голове закружилась он сел на стул и наверное заснул открыл глаза уже вечер пустырь рядом мими и кунжутка все это только что случилось первую очередь наката отнес кунжутку и каудзуми а госпожа ему дала жареные баклажаны и мариновые нагучики и он сразу пошел к вам на кота подумал что надо доложить обо всем господину губернатору а кота села прямо как кол проглотил и только выложив разом всю свою историю он смог наконец перевести дух еще ни разу жизни он так много не говорил голове сразу сделал спуст передайте это пожалуйста господину губернатору полицейский ошарашенно выслушал наката но почти ничего не понял из его рассказа какой еще джонниокер какая кунжутка ясно все передадим господину губернатору обещал полицейский хорошо бы накату не лиши пособия полицейский серьезно видом записал что-то на бумаге понятно так и запишем обратившийся гражданин просит не лишать его пособия правильно да да спасибо вам господин полицейский наката столько времени у вас отнял передавайте привет господину губернатору обязательно передам будьте спокойны и отдохните сегодня хорошенько сказал полицейский напоследок добавил между прочим вот вы сказали что убили человека и перепачкались в крови а на одежде ничего нет совершенно верно по правде наката тоже не понимает как это получилось он точно был весь крови а когда очнулся уже ничего странно самом деле странно с накопившейся задней усталостью голосе промолвил полицейский наката открыл был уже дверь собираясь выйти но остановился и оглянулся на полицейского кстати господин полицейский вы завтра вечером здесь будете буду осторожно проговорил блюститель порядка завтра вечером я тоже дежуря что возьмите зонтик даже если небо будет ясно и возьмите на всякий случай полицейский кивнул и обернувшись снова посмотрел на висевший на стене часы скоро должен звонить сослуживец на счет кабачка хорошо хорошо возьму а то с неба рыба будет падать вроде дождя много селедка по всей вероятности хотя может и ставриды немножко селедка и ставрида рассмеялся полицейский тогда зонтик можно будет перевернуть наловить рыбки и намариновать наката тоже любят ставриду с маринадом серьезно проговорил наката но завтра в это время наката здесь уже наверное не будет когда на следующий день в районе накана на этом самом углу с неба действительно посыпалась селедка и ставрида молодой полицейский побелел как мел ничто не подвещало собой из облаков вдруг вывалятся тысячи две рыбины большинство при ударе о землю разбились но некоторые были еще живы и трепыхали силой колотя хвостами по мостовой торговой улице на вид рыба оказалась совершенно свежая еще пахло морем рыбины шлепались на людей автомобили крыши домов и к счастью никого серьезно не поранили видно высота с которой не падали было не так уж и велика зато перепугали народ и изрядно многие испытали психологический шок еще бы рыба падала градом с неба апокалипсис позднее полиция провела расследование это происшествие чтобы выяснить откуда и как рыба попала на небо но вразумительно объяснить случившееся не сумела с рыбных рынков и рыболовных судов рыба в таком количестве не пропадала самолеты вертолета в то время над этим районом города не пролетали смерчи не регистрировались думать что кто-то так пошутил оснований тоже не было на подготовку такой шутки понадобилось слишком много времени санитарно санитарно управление накана по просьбе полиции собрало рыбу проверила ее но отклонение от нормы не обнаружила самая обыкновенная селедка обычная ставрида свежая и на вид вкусная однако полицейские принялись разъезжать по городу на машине с громкоговорителями и вещать что свалившуюся с неба рыбу есть не надо поскольку она неизвестна происхождение может содержать вредные вещества понаехали и телевизионщики для них это стало настоящим подарком репортеры толпами бродили по торговой улице раструбили о таком небывалом пришествии на всю страну показали как лопатами собирают валявшуюся по дороге рыбу взяли интервью домохозяйки который упавшая с неба ставрида заехала по голове и спинным плавником оцарапала щеку хорошо хоть ставрида и селедка а если бы тунец свалился чтобы тогда было говорила женщина прижимая к щеке носовой платок вполне здравое суждение но люди глядя на это по телевизору смеялись один героический репортер даже пожарил ибо на месте происшествия и съел ее перед камерой очень вкусно с гордостью заявил свежая жирная сейчас бы к ней редьки и тепло варится молодой полицейский не знал что делать тот чудной старикашка как их звали то забыл он ведь сказал что сегодня вечером с неба рыба повалится селедка и ставрида так и вышло а я засмеялся имя и адрес не написал может надо начальству доложить логично было бы а с другой стороны доложишь и толку никто вроде не пострадал никого преступления в этом нет ну рыба с него упала только и всего и потом начну я плести что за день до этого ко мне в будку заходил странный старичок и на пророчер про селедку и ставриду и что разве начальство поверят подумают еще что я того а то еще предсочинят что-нибудь сделают из меня в управлении посмешище и еще старикан заявил что у кого-то там убил явился с повинной а я возиться с ним не захотел даже в журнал ничего не записал это же явное нарушение служебных обязанностей за это можно и схлопотать наплел старик какую-то чушь не только я никто его болтовню серьез слушать бы не стал когда сидишь на дежурстве будки столько всяких дел что не разгребешь двинутые толпами бродят все лезут будто сговорились и несут всякую ерунду что мне каждом разбираться но ведь дед этот предсказывал что рыба с ним опадать начнет это же вообще полный бред и сбылось выходит это его история как он кого-то джонни окера что ли зарезал тоже неполная выдумка а вдруг правда это же конец всему он пришел сдаваться говорит я только что человека убила я его отпустил и даже не доложил никому конце концов муниципалитет прислал мусорово чтобы вывести взявшись валявшийся по дороге рыбу молодой полицейский руководил дорожным движением закрыл въезд на торговую улицу мостовые долго поливали водой из шлангов никак не могли отмыть от рыбной чешуи дорога стала такая скользкая что домохозяйки прямо падали с велосипедов рыбный дух никак не выветрился всю ночь сводя с ума окрус окрестный кошек у полицейского от этого голова шла кругом он думать забыл о загадочном старичке однако на следующий день в жилом квартале по соседству обнаружили труп мужчину умершего от ножевых ран и у молодого полицейского захватила дух убитым оказался известный скульптор его обнаружил ходивший к нему через день рам домработница он лежал на полу в луже крови почему-то совершенно голый предположить у него убили двумя днями ранее вечером орудия убийства нож для резки отбивных нашли на кухне все что рассказывал старик правда сообразил полицейские ну и дела он должен был тогда позвонить в управление и вызвать за стариком патрульную машину признался человеку убийстве надо было передать его куда следует пусть там и решили бы нормально или нет вот чем заключается его долг а он его не исполнил теперь остается только молчать решил полицейский а наката в это время в городе уже не было ну что ж дорогие мои это была 18 глава романа харуки мурками кавка на пляже вот такие контрасты по сравнению с предыдущей книги и вообще руки мурками всегда удивляет и будет наверно удивлять меня да и вас вы были на канале sky wars моим был я вадим до новых скорых встреч до новых глав всем пока